Слева, сидим. Слева, сидим. Слева, сидим. Не оптимальный состав сегодня, как мы видим, исполнено. Мало замен. Мало замен. Нет Пересыпкина, собственно, основного. Основного играющего тренера. Этот номер белый? Нет, еще пара человек. Белый, еще на первый номер. Какой у него номер? Второй Все, начинаем старт разбрасывания Посмотрим, насколько хватит Айову По идее команда послабее уровнем Является отличными средниками С минусом с средниками Даже чуть-чуть послабее, чем средники из дивизиона И вот они выступают против каких-то фаворитов За которых играет, ну, может сказать, звезда уровня Звезда уровня из дивизиона АБЛ Константин Воросевич, брат Андрей Воросевич Он, конечно, бешеную статистику набивает Там 25-15-5, что-то, что-то типа этого набивает сегодня за матч Но став, насколько он не оптимальный Да, нету самого пересыпки на Дмитрия Нет еще пары человек Поэтому не очень оптимальный став, мало замен Но вроде как являются фаворитами, но посмотрим Посмотрим Сегодня хорошую борьбу показывали команды Которые были значительно слабее Может быть и сейчас видим тоже борьбу Первый раз комментирую с Токтом Поэтому вообще никого не знаю Буду Памирам больше называть Айола не раз комментировал Но у них 300 игроков приезжает О, видите, 300 человек на скамейке Поэтому никого не запомнил Токтом Надо будет сейчас заново так запоминать О, как здорово, 6-й номер Оттолкнул пределов правила 11-го И не забивает трешечку 33-й 13-й у Айолы Видим то, что вот самый юный игрок 7-й номер у Айолы Выходит со старта Не боятся бы в старте его выпустить Потому что это такой обманный маневр Хотят уцепить Дмитрия и Стоктана Я не знаю, просто я сомневаюсь, что он является В пятом лучшем игроковом команде Что он уходит со старта А у нас в трешке попадает 6-й номер Айолы Матвея Первачик Такой мулат, темнокожий парень Похоже на темнокожие фирольки у него Как это называется Родословная Вот, ну сейчас проходит здорово Он до этого Здорово оттолкнул 11-го номера Придел их правил Кто пытался под чардж подставиться Кто не считает, что предел их правил было Пока достаточно активное начало И сейчас в поврешение Свистят 19-го номера у Стоктана Так, а кто это? А, так это из Айова, да, прошу прощения Как не могу освоиться Это из Айова парень спалил Никита Амельченко Амельченко Не забивает Матвей Подборжа 41-го у Стоктана Воронцевич Константин Было похоже на контакт Как будто бы в тело сейчас сыграл 19-й номер Но вот, посчитаешь, что предел их правил А дальше уже выбили с нарушением правил Да, блин, вот тяжело, когда никого не знаешь Сейчас я быстренько освоюсь Маркарян будет предоставить нашей лицевой линии Потеря от Маркаряна Вопрос, зачем он скидывает Я согласен с этим Если Маркарян противляет, зачем он скидывает То я с ним полностью согласен Лохая была идея ставить его на обувь Я встречаю за аута Слинкин нам с мячом очень долго Пора бы уже расставаться Перетянул Перетянул Слинкин очень долго Стучал мячом Нам было раньше расставаться Маркарян Снова теряет мяч Воронцевич перехватил Слинкин очень тяжелое падение До сих пор не встал На направление него скидывали мяч Думали, что он оторвется быстро отрыв Но Слинкин на сих пор лежит на паркете Похоже, тяжелое было приземление А у стокона сегодня очень мало замен Поэтому у них сегодня прям игра на выживание будет Да, неудачно, конечно, приземлился с Слинкин Пожелай ему здоровья Надеюсь, что без серьезных травм обойдется Во-первых, что вводит мяч в суду через 13-го номера Дальше на 0-го По-моему, 0-го это Абашкин, если не ошибаюсь Лучше сторор команды Надо уточнить, посмотреть Да, Сергей Абашкин Абашкин лучше сторор команды Айова после 5 матчей Там лед точно должен быть Воронцевич. Дальше над 41-го номера Стоку. Жестко в тело сыграли. Айола жестковато в защите играет, а снова в тело сыграла Щепта. Жестковато и жестковато играет Айола. Такая более молодая команда, но как-то не стесняются они того, что играют против ветеранов. Жестковато часто играет прямо в тело. Несколько прям подряд владения в тело играет. И вот сейчас снова Щепта получает. Второй же фолк. Ему поосторожнее надо быть. Но что-то так и рискать не до конца не доиграет матч. И Воронцевич с аута легко открывается, забивает два очка. Абашкин. Жестковато передачи Абашкина в ноги получилось на 16-го. Вот такая потеря не закончилась. Не получился заболевать передачи Абашкина в ноги 16-го номера Айова. Это у нас кто? Артур Милхумян. Но в итоге спорный мяч останется владением у госполистов Айова. Будет шестой вводить мяч из бокового Матвея Первачек. Играя через 13-го. И плохая передача 16-го номера потеря. И не засасывает кольцо. Не засасывает кольцо. Дальний средний восьмого номера Стоптин. Отрабатывает рожжевую защиту против Матвея. Хорошая комбинация. Надо забивать. Эх, тяжело Абашкину. Там сопротивление хорошее. Разыграли это неплохо под забегание Абашкина. Дальше Мельченко не забивает два очка. Хороший Дмитрий Баранцевич. Здорово читает его Абашкин. Прерывает передачу. Ух, какой сложный бросок взял на себя. Может быть стоило Степанову подождать партнеров. Не знаю. Но добавляет два очка. Опа, застоп был. Застоп был, не увидели судьи. У 13-го номера Айовы. Трешка не удалась. Подбор за восьмым. Самый молодой игрок. Оставляй, говорит Матвей. Неплохая попытка изориентировать соперника. Ну как же Айова присутствует. Здорово, мужиков истокнуло. Очень тяжело приходится подопечной Пересыпкина. Очень тяжело максимально. Прямо Айова прессует конкретно. Что не защитное владение, то прессит. Еще и одна замена осталась пока что. Если не сможет вернуться сразу травмированным. Доскобалюстокнуло. Очень мощный, конечно, Матвей. Не забивает, он забыл плача. Степанов. Ну и палит против Степанова. Штой номер. Конечно, Матвей Первачев везде успевает просто. Просто везде. И в защите, и в атаке. Но вот вы видите, это достаточно агрессивный стиль игры в защите. У Айова сейчас может обернуться им боком, если не переберут фолов. Конечно, состав у них очень много людей. Там скамейка огромная. Могут себе позволить даже 1,5 удаляться. Но все-таки не стоит этим заниматься. Неудачный проход Кондратьева. Снова, короче, Матвей. Пока лучший в составе Айова. Матвей Первачев подтаскивает свою команду. Воронцевич. Почти 41-й. Дальше Степанова. Степанов пару показов неплохо убрал. И опять Матвей. Первачев везде успевает. И передачу прервать. И заблокировать. И там пасы дать. И подобрать. И забить. И убежать. И дальше холдовит Матвей Штиану. Кому холд еще раз покажи. Это у вас четыре. Да. Сверх интенсивное начало матча. Очень защитный баскетбол. Айова прям удивляет. Потому что до этого матча один мать пунктировал Айовы. Один убил с стороны. И ну как бы Айова не выглядела в хорошей защитной команды. Но вот сегодня прям покажет мужикам из окна, что готова по максимуму в защите рубить сильнее. Сверх интенсивном баскетболе. А Башкин не забивает. Воронцевич. Воронцевич. Дальше на Степанова. Степанов. Очень легко Степанов пришел. Зави 13 по номеру. Но их не хватило скорости. Прямо кольцо убежать. Там дальше по страху сработало. Воронцевич с мячом. Фол. Воронцевич. Фол. Пока что не использует широкую ротацию тренер Айова, видим то, что там у Айова приехало два с половиной состава, но играют пока в основном одни и те же люди. Не забивает Баранцевич, не ревизует Н2. Абашкин. Снова там просит мяч Матвей. Получает, дальше теряет мяч мой любимый игрок Айова в плане передачи, Нуриев. Вот Нуриев такой, он больше всех передач отдает Нуриев, составит своей командой, вот он прям видит, что он хорошо видит площадку, нравятся такие игроки с хорошими людьми на площадке. И вот Нуриев один из таких, ну вот, к сожалению, сейчас потерял мяч, неудачно пошел в игру. Он, конечно, по росту, да, и по манере игры он не является разыгрывающим, он скорее point forward, но тем не менее зачастую именно он разыгрывает мяч, составит своей командой. Вообще много достаточно ребят из Татарстана, да, с татарскими корнями у Айовы, достаточно посмотреть имя и фамилию за заявку в команду. О, Хабашкин, ну, показ был шикарный, но вот в конце, в конце грязненько сыграл, не забил. Обидно, хороший был шанс Варанцевич. Никорчтьян не забивает три, снова под борзу Матвея, он все успевает, просто все успевает Матвеевич, что иномис. Но не забивает. Можно, конечно, такой вот стиль его, да, вот когда он упирается в соперника, но не обязательно это делает, да, он, конечно, очень физически могучий игрок, быстрый и физически крепкий, но это членят, что нужно. Каждую атаку он бьется за закрытой дверь с защитой. Заблокировал. Так это блок-шот был. Сколько же энергии в шестом номере мы подстаем и просто какой-то... Один большой сгусток энергии от Матвея Первачева, просто все успевает. Там же блок-шот, по идее, был. Вот этот момент был. Так он бросал уже, там, дефлекшен был, нет? Да, мяч только и даже не поменял. 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 Но повтора у нас нет, мы не можем посмотреть. Ну, спорный, короче, будет спорный, только момент запишем, знаешь, типа два спорных на один блок-шот натянет. Да, сверхинтенсивная защитная рубилова сейчас от команд. 7-5. Очень низкий счет. Но это не значит, что команда плохо играет в атаке. Просто защитная рубилова. Причем удивительно то, что этот рубил в данном случае навязывал не Соктон, да, не мужики здоровые с опытом, возглавляемые сейчас Воронцевичем на паркете, потому что нет пересыпки на них других лидеров команды, а Йовы, да, по идее, более молодая команда. Ну, вот пацаны такие дерзкие, максимально-максимально настроенные сейчас выиграть против более бедного соперника. Почувствовали запах крови, увидели, что слабая сегодня явка, еще и травмировался игрок, поэтому если поднадавить, если поднадавить на дедов, может и получится выиграть. А у Соктона сегодня прям действительно такой спартанский стиль. Приехали в Семером, получил травму, шестой номер, не знаю, получится ли у него разбегаться, пятый номер. Пока он сейчас сидит на паркете, не готов вернуться, и сидит на банке, не готов вернуться в игру, поэтому в Шестером играет Соктон, очень тяжело ему. Ну, а Йова сверхинтенсивный баскетбол. Ну, вопрос, что будет с ротацией, потому что не хочет много людей за явки, но играют пока не все. Варанцевич. Через Кондратьева играл, и кому-то там, кто-то получает представлять замечание сейчас в составе Айова. Похоже, опять будет много фоллов у них за половину. Абашкин готовится в свою замену. А, почти не отдыхал, мог с самого начала выходить со старта. Отдохнул 30 секунд, как Леброн, да, 30 секунд отдохнул, сразу вышел. Вот такой отдых у Абашкина. Меняет Абашкин, Нуриева. А, нет, это не Нуриев, это единственный номер. Дима Сабадаш. Интересная камера. Закидушка Варанцевич, здорово, там оттуда идет первый, надо забивать, не забил. Подбор за Матричтяном. Не забивает Матричтян. Абашкин на Нуриева. Нуриев хорош пас, Амельченко забивает, Амельченко сохранил. Не забивает Варанцевич, неплохая защита была там Матриченко. Ему тебе нужно быть вдвойне осторожным, потому что на трех валах он бисит. Буквально за одну четверть заработал. Хорошо двигает мяч, Айова неплохо, неплохо разыгрывает. Он должен уже бросать. Очень здорово разыгрывал Айова мяч, но он не забил что-нибудь. Ну вы все слышите сами. Вы слышите, как поддерживает седьмого номера Айова его партнера по команде. Карасарчик Александр Маркарян. Несмотря на огромную разницу в росте, в возрасте против своих опытных оппонентов, играет до конца, не стесняется играть против здоровенных мужиков Александра Маркаряна и забивает два очка. Ну вот сейчас нарушил правила Маркарян. Будет штрафными бросать Кондратьев. Абашкин. Что было? Ну рейв ваучи кажется был. Воронцевич. Через Степанова играет. Степанов. Возвращает Воронцевич. Ох какая двоечка. Ой-ой-ой, как запарывает такую передачу. Такое хорошее скрещивание пикингрол сейчас разыгрывали Воронцевич с Степановым и Степановым запорол. Такой момент. Ну бывает. Маркарян получает заслон. Абашкин играет, Абашкин дальше. Ну что ж такие Абашкин мне просто на передачу дает? Вот не первый раз замечаю, как Аняченко забивает в посте, разворачивается, полукруга заваливает. Не первый раз замечаю, как Абашкин просто всовывает партнером, знаете, без уважения просто в ноги. Типа, вы знаете, как был такой термин, да, кто-то из комбинаторов высказался или из статистов, как собаки. А, я по-моему, Студяк вот сказал, как собаки бросает, знаете, Кость так же вот. И Абашкин бросает, как собаки партнеру бросает мяч в ноги. Ну что это такое вообще? Как такое обрабатывать? Молодец, молодец. Мельченко реализовал эту передачу. Ну, Абашкин, конечно, поработал на культуру передачи. Кондратев с фолом. Без матч реализовал. Конечно, Маркарян в атаке может что-то сделать, но в защите он не справляется. Ну, просто потому что физически он не может, но не может с таким ростом, значит, в защите. В атаке от него есть импанк, действительно есть, но в защите это, конечно, мисс матч. Это сразу же мисс матч, который реализует, в данном случае, Кондратев. И забивает с фолом. Борьба за подбор. И у всех кьюрчей и быстрее оказался Кондратев. Мельчатян. Воронцевич. Искал контакт Воронцевич и получил, Абашкин спалил. У нас по-прежнему равный счет 11-11, и игра будет очень низовой. Тут, похоже, счет будет примерно, какой был в матче Джамбола и Пентуки, когда они там забили 32-30, что-то такое. Похоже, здесь будет примерно то же самое. Вместо Маркаряна выходит 16 номер Артой Мелкумян у Айовы. Один из двух от Воронцевича. Щуров через Абашкина. Там дальше на Мельченко. Щуров в дальней среде не забивает. Не в отдачный бросок. Кухушкин вышел как раз. Сейчас он на замене сидел. И хороший Луяп. Хороший Луяп. Торроризовал. Помню, 16 номер, как раз, вышли на замену у нас Мелкумян с передачи... С передачи Матвея Первачева. Меняет он Первачева. Место него выходит первый номер. Это у нас кто? Кажется, один из братьев. Два брата тоже. Очередная команда с братьевым в составе. Тут, мне кажется, в Лиге АБЛ, в дивизионе Лизе, проще найти команду, в которой нет братьев, чем тот, чем та, которая есть. Да, Ильна Сгораев, один из братьев. Первый номер Ильна Сгораев. Есть второй брат, даже в заявке. Это... Не вижу, что на заявке, кстати. Не подъехал второй брат, похоже. Будет за брата играть. Надо будет проверить заявку. Ну, в общем, поверьте, Ильна Сгораеву, что у Айовы сразу два брата горают. Такие заявки. Но вот сегодня только один подъехал. Первый. Ильна Сгораев. Щуров. Фол в атаке? Или с фолом? Да, Н2. Защитывает Щурову. Вот это Н2. Фол получает Микристиан. И Н2 защитывает Щурову. Хороший проход. Щурину. Щурову все правильно сказал. Н3 выходит, меняет Абашкина, меняет. Или не Абашкина, меняет. Абашкина что-то объясняет. Реализирует Щурову свою возможность. Степанов. Теряет мяч Кузнецов. Шикарно защищается Абашкин. Быстро отрыв прибегает Айова. Не успевают мужики Стоптона. Очень уж возрастные мужики. Да, тяжеловат Стоптон сегодня. Не оптимальных составов мы не собрались. Вот сегодня Стоптон не выгодят команды претендентом. Я их называл. Он сто раз в эфире командой топ-5, топ-6 самых сильных. Даже топ-3 называл. Но вот таким составом, который сейчас сегодня приехал Стоптон, команда не выгодит претендентом на топ-3 ни разу. Ждем, когда подъедут все лидеры. Ждем, когда подъедут пересыпки на остальные сильные игроки. По такому составу, конечно, Стоптон ни разу не является топ-3 или даже топ-5 самых сильных команд из дивизиона. Присутствуют проблемы. Но видим, что приехали в семеро. Травму еще получил пятый номер. Поэтому сейчас в шестеро вынуждены не играть с одной заменой. Пожелаем здоровья Василию Слинкину. Подбой подобрал Кляссла. Вместе первый. Бигмен, наверное. Кондратик на Касло. Касло. После показа не стал бросать. Оставляет Степанова. Три Степанова. Эрбол выбрасывает. Быстрый отрыв. Убегает. И... Нет, не забивает. Малкумян. 16-й номер. И Малкумян свалил дальше, по-моему. Или кому? Или Абашкин дает. Абашкин дает, по всему замечанию. Пятый команды. Да. Но вот это, конечно, проблема. Айо показывает шикарную защиту. Очень здорово поддушивает соперника. Но такая защита максимально агрессивна. Она, конечно, сопряжена с нарушением правил. И вот, видите, у них уже переизбыток. Ищерпан лимит. И сейчас будет бросать. Баскутболист Степанова. Есть возможность и не сократить оставание в счете. Воронцевич будет бросать. Ну, Воронцевич пока с переменным успехом бросает штрафы. И чаще возле из двух забывает. Ищуров. Уходит от Кукушкина. Дальше Кондратик. Смена. Играет на вновь вышедшего 96-го номера. Это кто у нас Лаёва? Так, кто не доработал со Степановым? Степанов вращает. Сток, но пока ничего не может. Дистанция забить вообще ничего. Уткин, Уткин. И забивает Уткин в быстром отрыве. Кондратик будет заслон. Воронцевич. Воронцевич будет провадывать под кольцо. Нет, вверху остается. Поксимон Мелкомян защищается. Воронцевич на задоративе. Кондратик три. Ничего не является. Вообще ничего не может попасть в дистанции баскаболиста Стоклана. Все, что не забивает, это все из-под кольца и штрафты. Все. Они, по-моему, ни разу не забили ничего со средней листью. Чурок. Конечно, если бы этот бросок тяжело будет, а Йови. Но пока что, видите, вообще ничего не забивает Стоклана. Нуреев. Нуреев. Гораев. Не забивает Гораев. Это, конечно, может, убивать. Вообще был один. На штрафной линии Воронцевич. Не забивает Воронцевич. Много контакта. Много было контакта, но при делах правил. Милкумян, рискованная передача, вылавливает на рифт, нет, не вылавливает, все-таки нарушение в ладине, по-моему, было, нет, не знаю, сможешь сказать, не успеваешь нас комментировать, не понимаешь, что вообще происходит, неудачно готовленный бросок был Милкумяна, смена готовится у Айовы, заканчивается у нас первый плен, 20-15 счет, не знаю, насколько хватит, конечно, стокнул, но тяжело, тяжело, очень простая команда, там только Кондратьев более-менее молодой, молодой парень, не знаю, сколько лет, если заявку посмотреть, не видно, что молодой, все остальные команды, деды просто там 30, не то, что 30, 40 плюс, 40 плюс деды, они сплошные, тяжело, очень тяжело, сегодня приходится с Токканом без замены, есть деды с более лучшими физическими кондициями, чем с Токканом, с Токканом, конечно, есть проблемы с физухой, тот же джамбол в этом плане, там более такие живчики бегают, или, скажем, ну, Грок, но Грок это вообще машина, но еще, короче, может, там они чуть помоложе, там, на пару лет, в целом, там, конечно, более такие живчики по физике, здесь, ну, тяжеловато зачастую мужики, оказывается, условно, ну, вот Кондратьев самый молодой, вот он молодой, даже не знаю, сколько ему лет, но то его дедом язык не поворачивается назвать. Да, 20 лет Кондратьев, вот он студент, я говорил, что у них есть пара студентов в команде, которые добавляют чуть-чуть молодости команды, потому что все остальные, все остальные мужики, 35 плюс, 40 плюс, и вот есть пара студентов, поедем из них Кондратьев, Воронцевич, не забивает проход, подбор за Милкумианом, останется 8 секунд, в принципе, можно не спешить, можно не спешить, но Милкумиан я не услышал, он поспешил, потерял. Не останется время на атаку, да, Милкумиан, конечно, просрал последнюю атаку своей команды, но, в принципе, я думаю, его и так довольны исходным в первой половине, у вас этим 15 не ведут, они могут преподнести мне сенсацию, грохнуть с Токтом, никто такого, наверное, не ожидал, но, видите, как бы, что мешало с Токтом сегодня собраться не с Семеро, мешало неудобное расписание, пересыпки, но говорил мне в эфире то, что, ой, не в эфире, говорил мне в сообщении, то, что очень неудобное расписание, плавающий график, ну, Андрей тут писал, и Саша Ляцева объясняет, с чем это связано, потому что много команд, у людей там меняются планы, очень много, в том числе у одной организации, может быть, сразу несколько команд, у той же БСЕ Клиперс, в общем, и, типа, такое гибкое расписание, оно более удобное, чтобы подстраиваться под несколько матчей и так далее, но, как бы то ни было, факт в том, что вот это гибкое расписание, которое формируется в среду, а не в понедельник, оно зачастую задает врасплох людей, которые ставят свои планы заранее, да, вот в понедельник, вторник, и, в общем, получается, не всегда получается подъехать у Стоктона всем лидерам, видим, что опять не собралась команда, у Стоктона сегодня много кто отсутствует, вообще, в Семиром приехали, еще и травму получил по ходу мяча пятый номер Василий Слинкин, но сейчас они в Шассиром играют, тяжело дышать, конечно, есть проблемы с физуховой составом, реально, прям, такие деды, настоящие деды у Стоктона. Не подъехал Пересыпкин, не подъехал Савельев, не подъехал Кочетов, Степанов есть, Касов есть, не подъехал Слабженинов, Слабженинов не подъехал, так, Кондратьев есть, мы очень видим, что пол состава не подъехал, сегодня очень оптимальный состав, на самом деле, сегодня для Айова прям великолепный шанс играть с Стоктоном, потому что, ну, состав максимально неоптимальный, там, по сути, по сути, там, не то, что пол старта, там практически всех стартовых игроков нету, только Воронцевич, в общем, очень сегодня слабый состав у Стоктона, не смогли нормально собраться, так что, ну, для Айова действительно хороший шанс сегодня грохнуть, одно из фаворитов. Понятно, почему сейчас Токтон не впечатляет, ну, а что вы будете делать, когда у вас пол состава не подъехало на игру? Чудежность случается, это же не Golden State, где у тебя там, ну, нет, не Abelos, а не Abelos, где у тебя 100 человек заявки, те друг друга заменяют. Ну, что, 21-15, польза Айова, что у нас там по статистике? Шесть у Щурова, слава, он там хорошо забил, два подбора передачи. Ну, Милкумяна, три подбора, мне казалось, что Милкумян больше перехватов сделал, ну, да ладно. Пять у Первачева, четыре подбора передачи, два перехвата. Маркарян, два очка, шесть у Амельченко. Два подбора, передача. Знаете, у Абашкина без очков пока, вот что удивительно, лучше скорую команду. Пока без Абашкина, а без Абашкина вот так и справляется. Так, у Стоктона два у Кукушкина, 9 у Воронцевича, тяжелый матч, потому что у Воронцевича получается, он может себе не выбить свои двадцать пять плюсов. Восемь подборов, так же, два перехвата. Смотреть его четыре. Да, ну, тяжелый матч, да, что-то говорить, защитный баскетбол, низовой по предстоитам матча будет, конечно. Максимально интенсивный сейчас темп дает Айова, но они используют свое преимущество в молодости, да, в широкой скамейке, в ротации. Правильно все делает тренер Айова, извинчивает скорости, потому что медленный баскетбол, у них шанс обыграть даже такой, даже такой израненный Стоктон, у них нет шанса. Ну, может и есть, но минимальный, минимальный шанс обыграть такой Стоктон, хоть и израненный, но все равно шансы очень маленькие. А вот в быстрый баскетбол перебегать на интенсиве возрастную команду, которая сегодня практически без замены играет, это вот самое оно. Это прекрасно понимает тренер Айова, поэтому взвинчивает темп. И пока что это получается. Получается под душевую защиту, убегать в атаку, в быстрых отрывах. Есть проблемы у Стоктона, могут и не доиграть они матч до конца, допомедного, могут и не доиграть. Уже сейчас они прогрелы 6 очков, и им нужно как-то сокращать дефицит. Субтитры создавал DimaTorzok Начинается вторая половина. Чуров. У него же рискованная передача, но главное, что дошла он до Первачева. Абашкин, Первачев. Чуров. В итоге Мелокомян выбрасывает молоко. Кондратьев с мячом. У Стоктона. Микричтян. Новоронцевич. Хорошее открывание. Степанов не стал бросать. Хотя была возможность Дубаска, на самом деле. Но Чуров рядом, не стал бросать. И хороший кат, на 2-5 забивает. Да, да, хороший, хороший. Пик-игрол разыграли. И уверенно, уверенно забивает Степанов. Чуть не первые очки матч набирает. Чуров. Так, Абашкин. И пробежку Абашкина. Тяжелый матч для Абашкина. Сегодня получается в атаке. Лучше скоро команды. Сегодня пока на сухом пайке. Но рядчков такая спорта. Реализуется, конечно, огромный опыт. Преимущество в росте и в скиллах. Воронцевич в посте забивает через Амельченко. Тебе больше, что Амельчиком не плачет. Сюда у него три фола за четверть. Молодец, что во второй на... Опа, а у Абашкина прилетела от Амельченко. Разве не через Абашкина он забивал, но тем не менее. Абашкина прилетела от Амельченко. Молодец, что у Абашкина не палил, потому что он за первые тридцать трех фола заработал. Искалка, искалка на тах Кукушкина. Заработал фолы Кукушкина, будешь трафтные бросать. Выплевывает кольцо, не повезло Кукушкину Перебрасывал Кукушкин и добил 2 из 2 Теряет мяч, а нет, не теряет, мне просто показалось, что потеря захочет действовать 16-го номера Но сохранил мяч для своей команды, Кирвачев дальше на Щурова, вернул Кирвачеву, снова 16-й Айовы и не было ли пробежки Фол внизу, фол внизу был против Милкумяна Или Броскова даже фол, Милкумяна готовилась встать на линии, но вообще фол был не Броскова, конечно И перехватывает мяч, Штокна, конечно, здорово начал, отдохнувшись, Штокна здорово очень начал Но Микрючтян пожадничал, пожадничал Микрючтян, надо было играть на портлеров сразу Понятно, что он хотел с показа возможность рассказать, но, видите, не получилось Боранцевич, дисковная передача, дошла до Степанова Хорошо на ногах защищается Щуров, молодец, не проиграл позицию Микрючтян, дошла до дачков сегодня Опа, не было ли пробежки у Кондратева Хороший пас Чистый 2-6 Кукушкин отрешивает Намеченко Первачев, Первачев Без пробежки обошелся Первачев Это похожий момент у обеих команд Боранцевич, хороший пас Микрючтян, не надо спешить Не надо спешить, там команда не дошла еще Кукушкин, хороший пас На свою сторону, Кондратев 3 Никак не может забить с дистанции Баскоболиста Стокна По-моему, ни одного броска не забили с дистанции Ни одного Не только трехи, но даже дальние, средние Все, что не забивает, это из-под кольца, либо штрафные Максимальный тяжелый матч Даже Брадли Как это называется Даже в сбросковой фазе И фол, ой, четвертый фол Какой же ненужный фол Ой-ой-ой, висит теперь на фолах Четвертый персональный фол Да, Мельченко это понимает Кидро кивает головой Он помнит, что у него было Он помнит, он помнит, он головой кивает Ну и первая треха залетает Наконец-то Наконец-то расчехлились баскетболисты Стокна Кто как не Воронцевич Трешку заваливает Воронцевич И впервые со старта матча Впервые со старта матча Стокнен уходит вперед Там три Ты аж три сказал Да Трешку не забивает Воронцевич двушку он забивает Три он показал Три он показал Трешку Три он Продолжение следует... 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 Воронцевич чисто выбивает мяч, Первачи везде успевает. Какой же просто ходячий сгусток энергии Первачи. Матвей сам идет, Первачи. Ох, не успевает. Тот случай, когда голова не успевает за телом. Какой же быстрый Матвей. Ну вот не успел, он принял правильное решение, сложиться не успел. Но невероятно, конечно, атлетичный и быстрый парень. Если бы Первачи был чуть-чуть повыше, чуть-чуть полегче, он бы, наверное, мог такие данки с перца ставить. Атлетичный, конечно, парень. А Башкин забивает. Абсолютно. Абсолютно. Кирилл Первачев начинает атаку своей команды, Матвей, ну, читая этого действия уже Контральцев, вот, конечно, это проблема, что Первачев у нас становится слишком предсказуемым, голову вниз опустил и ищет партнеров, ну, нет, одно другое противоречит, в общем, они смотрят на кольцо, не смотрят на кольцо, смотрят на партнеров, понятно, что будет пас давать. Абашкин, у Абашкина сегодня прямо настоящий холодный душ, не получается, в атаке как, ой-ой-ой, как же долго был один Криштиан, как же, если Стокнан не увидел своего партнера в быстром отрыве, но главное, что есть Воронцевич, всегда есть план Б, не получается, да, план А, быстро отрывся, да, есть Воронцевич, который спокойненько от кольца кольцо дойдет. Да, обидно, немножко обидно мне за елку, конечно, такая хорошая бедрая, бодрая первая половина, но Стокнан отдохнувший, с холодной головой порассуждали, как им, как им выиграть эту игру сегодня, да, вот с такой ощущенной ротацией, как им правильно распределить силы и с какой стратегией вести игру и, в общем, с холодной головой, с горячими руками и на, как бы, на опыте они сейчас уверенно ведут эту матч к победе. Обидно за Айову, потому что, ну, сегодня складывать все в их пользу, плохо соперник, собрался еще и травма, и получалась игра у некоторых игроков, но видите, что пока не хватает, пока не хватает мастерства Айова, но время еще есть. Опа, нарушение владения было, нет? Очень похоже было на нарушение владения. Степанов. Ох, не забил. Воронцевич практически достал мяча в вертикальной стадии, там, у самого кольца и три. Нет, не забил Воронцевич. Первый отчет подобрал. Десять секунд будет долг выиграть. Нуреев! Да, был похож на передачу Нуреева, чем на бросок. И Воронцевич. Он забивает 3-4-2-7 после четверти. Крик. ну я так понимаю за бесперебойную передачу ничего такого короче ну да ты кого знает я не разбираюсь да да вот вот Стартует четвертая четверть. Кондратьев в атаке. Не забивает он через Скирвачева. С мячом Чуров. На Чурове был холл. Холл внизу, не бросковый. Макриччан свалил. Нуреев. Да, видит одного первачего. Матвей. Ну, конечно, сегодня вообще широкую ротацию не использует тренер Айовы. Я вот, конечно, не понимаю такие команды, которые проезжают по 12 человек. У них 12 человек играют только 8, а все остальные 4 смотрят в кислость банки. Я вот не понимаю такую стратегию. Если ты знаешь, что будет напряженный матч и, скорее всего, у тебя там игроки, которые не сыграют ни одной минуты, зачем они приезжают на матч играть? Ну, это решается внутри команды, внутри коллектива. Решается как-то обговаривается момент, чтобы химия не нарушалась. Но я лично вот такие моменты никогда не понимал на любительском уровне. На профессиональном это понятно. Это профессиональный уровень. Там людям платят контракты, это понятно. Здесь люди сами платят, чтобы играть в баскетбол. А они вместо этого смотрятся в скамейки. Так бы, окей, вопросов нет. Они не тянут уровень, ты их не выпускаешь. Зачем им приезжать на матч и просто болеть за команду, платить деньги, смотреть, как играют их партнеры, а они платят деньги и смотрят на них сидят на банке? Я не понимаю такую стратегию. Ну, это вот такой тяжелый вопрос, который всегда будет стоять внутри любой любительской команды. Та самая дорогая, когда ты платишь деньги за игру, а они тебе платят деньги. И вот тот самый момент, когда игрок глубокой скамейки, резервист смотрит, как играет его команда, он не играет минуты и платит за это деньги. Это всегда неприятный момент. И всегда это как-то нужно решать внутри команды. И та команда, которая получается решать, это, конечно, хорошо. Потому что командная кимия всегда залог успеха. Как минимум, ну, не пол-пол, да, не пол-дела, но там треть-дела, треть-успеха. Это хорошая командная кимия. Микрещан на Кукушкина, Кукушкин не забивает. Неплохой бросок получился. Не спешит, что номер. Меликян забивает. Ну что, возможно, первые шансы, шансы первые очки в матче Микрещану набрать. Мы, по-моему, до сих пор без очков. Надо посмотреть сатистику. Да, до сих пор без очков есть шансы набрать первые очки в матче Микрещану. Но не с таким броском. Есть, первые очки матча у Микрещана есть. Ну, точнее, одно очко с шрафного. Плюс шесть в пользу из токона. Тяжело, конечно, приходится подопечный присыпленный, который сегодня не подъехал. Очень, конечно, плоская траектория броска у Первачева, Микрещан. Ищет партнера сам. Кондратьев. Можно вернуть Микрещану? Можно. Но долго-долго возвращает, и не доходит пас. Кондратьев. Неплохо двигает мяч. Воронцевич вообще один кукушки со средним. Не забивает Первачев. Неплохо защищал Степанов. Выбил мяч, но атака останется у Стоктона, у Айова. Готовится выйти Абашкин. Меняет он 16-го номера. И готовится выйти... Сабадаш выходит из 16 номеров. Первачев. Там Абашкин открывается. Да, пас на Абашкина. Сабадаш вышел на замену. Будет со средним бросать. Сильно мимо. Подбор остался за Кукушкиным. Не спешит никуда. Стоктон сможет выиграть сейчас до конца его матча. Только и сегмельный баскетбол. Быстрый. И просто не перебегать молодой Айову. Сфалил 11-й. Второй командный. В какой-то веке нет больших проблем с фолами у Айовы. Потому что в каждой четверти они висели на фолах и не могли сфалить, выводя на линию своего соперника. Сейчас только второй фол. Вы практически за три четверти. Поэтому плюс-минус нормально все. Не забиваю тремя перчатя. Мне показалось, что чистый был блокшот на Риева. Нарушил он правила на Степанове. И Степанов будет штрафные бросать. Так, Абашкин. Там открывается на слабо стороне шестой номер. Но он играет через Нуреева. Нуреев. Чуть жестковатая передача на Мельченко и потеря. Кукушкин в отрыве не забивает. Снова Матвей с мячом. Снова он гоняет без отрыва своей командой. Хороший пас Абьевиченко в посте. Чистый блокшот Воронцевича. Без шансов он просто сейчас отвешивает горшок на Риева. Не забивает пост-у-пост. Ничего себе там первачу проскачал Воронцевича. И с фолом! Читается! Читается! Матвей Первачев! Ну разобрался! Разобрался! Тихо! Я уже��на! Хороший пас Абьевиченко выиграл. Iroю! Тихо! Опять! Вhibи! Тихо! И даже не совсем не так,årли. Не добавляет. Хорошо, попытку первачиваю, но не смог добавить. Так, играет Степанов через Воронцевича. Какая неожиданная передача! Воронцевич. Три в лицо! Есть! Три в лицо! Просто от Воронцевича через руку! Кто, как не Воронцевич, куда засчитали? Нурив! Нет, не Нурив, а тот один номер. И не разобрались. Не разобрались, как раз, с Нуреевым, одиннадцатый номер. Не поделить два татари на мяч, бывает, может, не татарин Сабадаш. Ой-ой-ой, три от логотипа. Нет, это перебор был от Францевича. Я просто выражаю с баскетбольными терминами, которые придумывают. Не терминами, а баскетбольными этими производителями, которые пели кузнецов в хай-двизионе. Там просто в Вейкфорсе тоже много татар, он их называет татарское дайнемик-трио. Вот, то же самое есть и у Айова Технологис. Так, борьба за мяч. Таймала сейчас заказывает Айова, тянер Айова. Ну, не знаю, не знаю, 9 очков за 300 минут до конца. Есть ощущение, что мог не вернуть за него живый груз такого счета. Айова Технологис. 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 статистику. В Ранцевиче было, я напомню, 9 очков после первой половины. Казалось, что он не убит 25, но в третьей четверти он взял все дело в свои руки и набил за третью четверть больше, чем за первую половину. У него уже 24, то есть он 15 очков будет за четверть. Сейчас у него уже 24. Плюс 2 подбора, 2 блокшота. Фантастика. Не одна передача, правда, но 22 подбора за три четверти это сильно. Воронцевич. Через Кондратьев играет. Хорошая заплюшка. Макрещан не спешит, играет на Воронцевича. Воронцевич. Пробежки вал Воронцевича. Катерски дали хорошо. Маркариан. Жестко, жесткий горшок повесил Абашкин и Воронцевич. Надо вставать, надо вставать. Жестко, как после нокдалум стоит Абашкин. Там жесткая была очень манка на Воронцевича. Не забивает, там, брат, из миниатюрного Маркариана. Он, может, и маленький, но борется с таким. И перехватывает мяч Маркариан. Да так, что он сейчас бы нужно было на нем палить. Шикарно играет Маркариан. Шуров. Не получилось добавить у него, хотя вдруг первый подбор по своего промаха. Хороший пас на Воронцевич от Степанова. Воронцевич! Ну, я думаю, это эмоции тура. Я не знаю, есть ли такая рубрика в Абл, но это тянет на эмоции тура от Воронцевича. Ну, Воронцевич, слежка, да выпендривался, да выпендривался немножко, Воронцевич. Потерял он мяч уже. А ты излишнего убедежничества. Не забивает Чуров-три. Не спешит Кукушкин. Спешить не надо. Плюс один сегрет команды Стопкин. За полторы минуты до конца. Снова Кукушкин. Играет через Воронцевич. Воронцевич в дальней средней не забивает. Подбор за Амельченко. Рисковная передача. Да, перехватывает ее. Ну, и спалил дальше восьмой номер, понравится. Да, выходит первый в этом матче. Восьмой, двадцатый номер. Ни разу не выпускал их сегодня тренер. Ну, вот это, конечно, да. Это, конечно, проблема, когда ты приезжаешь. Заявка по двенадцать человек на игру. Ты приезжаешь, и вот люди с дальней скамейки вообще не выходят. Я говорю, в профессиональном спорте это нормально. Но в любительском спорте, где ты сам платишь деньги за игру, это, конечно, ну, это тяжело. Это тяжело. И это всегда была проблема. Ух ты, на нарушение владения было похоже. Забивает Воронцевич. Как обычно, лучший игрок матча. Как обычно, претендует на лучшую игрокатуру. Тут ничего нового. Тяжело можно столкнуть, но очень тяжело. Сами создали себе проблемы. Собравшись с плохим составом против Фаёва, и не подъедет бы сегодня Воронцевич, как бы они проиграли бы сто процентов. Как бы, ну, даже вопросов нет никаких. Воронцевич, 28 очков. 24 подбора, 2 блокшерка, 5 потерь. У Айёва неплохая команда, но молодая очень. Не хватает исполнителя в атаке. И зато неплохо душит в защите. Вот они, конечно, неплохое показывают в прессе в защите. Но вот, видите, у них есть и очень опытные, есть и очень молодые. Но пока вот этот сплав молодости и опыта пока не получается. Переконвертировать в результат. Но я думаю, что все еще у этой команды будет. Команда молодая. Будет набираться опыта. Абашкин. Ну, конечно, Абашкин забивает. А у нас после этого женский баскетбол. Будет встретиться Портланд и... И Портланд. И Нью-Йорк. Портланд. Абашкин faut... Субтитры сделал DimaTorzok